Раскачки после новогодних праздников у чиновников не получилось. И это несмотря на то, что серьезных происшествий во время зимних каникул практически не было. Но первую в этом году планерку со своими заместителями, руководителями министерств и главами районов губернатор начал с выяснения причин массовых отключений электричества в новогоднюю ночь. В Краснодаре, в Прикубанском округе, в канун праздника без света остались 10 тысяч человек. Это уже серьезно. Люди, которые на самом деле не хотят слушать никаких оправданий, они правы. Они встретили Новый год без света и при температуре минус 12 градусов за окном. Их совсем не интересует, есть нагрузка или нет нагрузки. Вот три дня сроку. Три дня. И четко дайте мне ответственность. Если была возможность с точки зрения отдельных руководителей эту ситуацию предотвратить, и они не предотвратили, они не руководители. И они больше просто не могут находиться в креслах любой величины. Аварию попытались устранить, но больше двух тысяч человек так и встретили Новый год в темноте. Питающие подстанции не выдержали скачков напряжения. Профильные чиновники и энергосбытовая компания признаются – существующих мощностей не хватает, нужна замена сетей. Логичный вопрос у Венимина Кондратьева возникает КНЕСКУ. Именно там отвечают за техническое состояние. Почему в такой ситуации в модернизацию сетей не вкладывают дополнительные деньги? Не бывает, что вы удержались двумя руками за бизнес, который вам не приносит дивидендов. Значит, другие дивиденды идут, по карманам они идут. Нам эти операторы рантье не нужны. Если за три-пять лет, сколько оно находится, ничего не вложено, и какие-то там объяснения идут, что там где-то тариф не позволяет, еще что-то типа, ну не позволяет, коллеги, значит, это бизнес. Значит, нет экономики, значит, уйдите из этого бизнеса. Нет, вцепились и держите, значит, что-то не так. Праздники для электриков, как лакмусовая бумажка. Застарелые проблемы проявляются одна за одной. На горячую линию в энергосбытовую компанию после массовых отключений дозвониться было почти невозможно. Что у НЕСКО, что у Кубаниэнерго? Проблемы именно информирования. Диспетчерские службы в рамках работы с населением работают, из рук вон плохо. В течение этой недели мы должны полностью отработать регламент и порядок взаимодействия между диспетчерскими службами НЕСКО, Кубаниэнерго и муниципальных образований, чтобы информационный обмен был налажен своевременно и оперативно. Вопросы у губернатора есть и к качеству уборки снега на улицах. Центральные магистрали в крупных городах расчищали в первую очередь. Остальным дорогам и тротуарам везло не так сильно. Однако даже после такой работы у коммунальных служб в счетах за оплату нередко появляются начисления за активную уборку снега, которая ценится дороже обычной расчистки. Если снег не убирался, а проплата прошла, то в этом случае явно кто-то греет руку, иначе я сказать не могу. Поэтому проплата пройти может только в том случае, если снег убирался, улицы чистились и тротуары тоже мились. В противном варианте никто никому платить не должен. В обновлении возбытия все муниципальные образования края. А то, что коммунальщики чистили не везде и не всегда качественно, своей статистикой подтверждают медики. За праздники увеличилось число обращений в травмпункты. Люди падали на скользких тротуарах. Несмотря на то, что у пациентов зимние каникулы прибавилось, медики отработали без срывов. В штатном режиме, без происшествий, новогодние праздники прошли и для всех экстренных служб, которые теперь готовятся к резкому потеплению и таянию снега, особенно в горах. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.